Здравствуйте друзья! В этом видео я продолжу рассказ о универсальном источнике бесперебойного питания. Если вы не видели первой части, обязательно сначала нужно посмотреть ее. Здесь я покажу свой вариант решения вопроса с корпусом для него, добавление выходов для питания устройств с разными напряжениями и еще некоторые моменты связаны с его работой. Перед тем как мы начнем, прошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могло найти больше людей, которым интересна эта тема, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Начнем с DC-DC конвертера. Я использую понижающий преобразователь напряжения, поэтому и выход бесперебойника у меня настроен на максимальное необходимое мне напряжение 19 вольт. Свой выбор я остановил на бюджетной модели с заявленным максимальным током нагрузки до 20 ампер. Мне конечно нужно намного меньше, но я посчитал, что по мощности нужно иметь запас. Входное напряжение от 6 до 40 вольт, выходное от 1,2 до 36 вольт, но с учетом того, что оно не может быть равно или больше входному, это понижающий конвертер. Тут используются достаточно мощные винтовые контакты, это входная пара. Рядом с ней находится микропереключатель, который при необходимости может отключать устройство. Для тестирования я подключу его к лабораторному блоку питания, на выходе которого установлено 19 вольт, аналогично выходу бесперебойника. Возле выходной пары контактов имеется два потенциометра для регулировки напряжения и тока. В моем случае достаточно только напряжения, ток пригодится например для заряда аккумуляторов. Подаем на вход 19 вольт, так выставлено на бесперебойнике. На выходе по умолчанию 13,9 вольта, собственное потребление 0,6 ватта. Проверим сколько максимально можно получить от конвертера при таком входном напряжении. 17,7-17,8 вольта выше не поднимается, потребление 0,3 ватта. Теперь пойдем в обратную сторону. 12 вольт это напряжение мне и надо. 9 вольт. 5 вольт. Минимум как и заявлено 1,2 вольта. Возвращаю на 12 вольт. В этом режиме на преобразование уходит 6,7 ватта. Запустим с нагрузкой. Получилось более 50 ватт. Есть небольшая просадка в 0,3 вольта. На самом деле мне нужно будет намного меньше, всего лишь порядка 10-15 ватт. Тест на нагрев будет дальше. Ну и конечно какой бесперебойник без USB. Я взял на пробу два вот таких модуля с поддержкой Quick Charge мощностью до 24 ватт. На выходе у него стандартный USB-А разъем. В системе умного дома есть множество устройств, начиная с одноплатных ПК, которые используют его для своего питания. Он рассчитан на входящее напряжение от 6 до 32 вольт, так что полностью мне подходит. Тут тоже работает принцип, что выходное напряжение не может быть выше входного, ватта нужно помнить. Тест на 5 вольтах. Ток более 3 ампер, без малейшего признака просадки по напряжению. Отличный результат, потянет даже Raspberry Pi 4B. На 9 вольтах тоже все ок, вот заявленная мощность 24 ватта тянет без просадки. Хотя я не планирую использовать Quick Charge, но то что устройство соответствует заявленным параметрам, это хорошо. Режим 12 вольт. Нагрузка минимальная, но уже есть просадка по напряжению, а причина в том, что сейчас на модуль подается 12 вольт, а выходное напряжение понижающего конвертера всегда будет ниже входного. Ток 1,6 ампера, просадка почти в 1 вольт это много. Но что если подать на вход большее напряжение? Сейчас на контроллер подается 19 вольт. Без просадки по напряжению он может отдавать ток примерно 1,8 ампера. Совсем немного не дотягивает до заявленных 2 ампер на этом напряжении. При более высоких токах напряжение сильно просаживается. Как мы видим, на такие модули всегда нужно подавать более высокое напряжение, чем нам нужно на выходе. Эти преобразователи я использую прямо на DC кабелях с круглым разъемом, размеры позволяют. Сами конвертеры закрыты обычной термоусадочной трубкой. Вопрос, над которым пришлось хорошо подумать, это корпус. В конце концов, я принял решение не устанавливать аккумулятор внутрь корпуса, сделав вывод наружу. Поэтому остановил свой выбор на модели Spielsberg A-Box 160 размером 180х180х91 мм. Нашел его в Leroy Merlin. К слову говоря, когда я гуглил информацию по нему, то выяснил, что в онлайн магазинах он продается раза в два дороже, чем я его купил в Leroy Merlin. Я даже не поленился перепроверить чек, действительно он там стоит намного дешевле. В корпусе достаточно места, чтобы разместить бесперебойник и пару DC преобразователей. У меня пока он только один. Насчет второго я еще думаю, брать такой же или взять повышающий под 48 вольт для организации бесперебойного питания на Power Over Ethernet. Так что тут еще осталось место. Установил DC разъемы 5.5х2.1 мм. Это будет фронтальная часть. Справа под вольтметром два выхода с бесперебойника на 19 вольт. Слева три выхода с конвертера на 12 вольт. Вид сзади. Слева отверстие в корпусе под вывод проводов для аккумулятора. Разъем для блока питания. Справа два разъема пока в резерве под второй DC преобразователь. Этот бокс защищен по стандарту IP66, но мне такой уровень защиты не нужен. А вот немного вентиляции будет не лишним, для чего я сделал ряд отверстий на боковой стороне. Приступим к монтажу. Как видите места тут много, но я таки хотел, чтобы модули не стояли впритык друг к другу и не перегревались. В собранном виде. Слева вверху кабели для аккумуляторов выведены наружу. Питание на круглом разъеме. Справа выход бесперебойника подключен к паре круглых разъемов. От них идут два провода на вольтметр и на выход DC конвертер. Его выход с установленными 12 вольтами подключен к трем круглым разъемам. Вид с другого ракурса. Тут можно увидеть расстояние между радиатором преобразователя и бесперебойником. В корпус легко встанет еще один такой же или сопоставимый по размерам модуль. В первой части видео я уже говорил, что случилось с моим источником питания, который планировался под этот бесперебойник. Пришлось заказать еще один, я выбрал версию на 10 ампер. А временно использую такой блок на 24 вольта 8,3 ампера, который нашел у себя в закромах. В отключении через стандартный круглый DC разъем. Пока использую временный на винтах, когда доедет 10 амперный блок, то его разъем сюда отлично подойдет. Проверяем сбоку. Два 19 вольтовых разъема. Правый в порядке. Левый в порядке. Один из них будет использован для роутера, второй в резерве. 12 вольтовые разъемы. Это напряжение более распространено, чем 19 вольт. Правый в порядке. Один из этих разъемов я планирую для питания моего Beelink GK Mini. Средний тоже в порядке. Левый напряжение в норме. Остальные разъемы пригодятся для подключения кабелей с USB конвертерами, у меня их два. Вот так выглядит промежуточный вариант собранного бесперебойника. На тот момент я полагал, что уже закончил, по крайней мере до установки второго DC преобразователя. Согласен, что было бы аккуратнее с аккумуляторами внутри, но в таком случае я бы потерял возможность их легкой замены. Хотя в планах пока этого нет, но я не исключаю установку более емких элементов. А эти могут перейти на вторую такую же плату, я пока окончательно не решил. Размышляя над сделанным, я подумал, что неплохо бы сделать и тест на нагрев DC преобразователя. Второй момент обнаружен ночью, этот вольтметр светит на полкомнаты, и с этим надо было что-то делать. Этим всем я занялся на следующий день. Для замера температуры я воспользовался цифровым термометром с подключенным внешним сенсором. Сам сенсор установил в радиатор DC конвертера. В качестве нагрузки 50-ваттная автомобильная лампочка. Тест я снимал в режиме таймлапс, где 1 секунда экранного времени равняется 1 минуте реального времени. Просадка по напряжению отчасти объясняется небольшим сечением используемого кабеля. Температура поднялась и стабилизировалась на значение чуть более 40 градусов Цельсия. Что касается вольтметра, я установил два выключателя. Один переключает плюсовые контакты с хода и выхода. Тем самым теперь можно смотреть напряжение и на входе, и на выходе. Второй разрывает минус, тем самым отключая вольтметр. Вот как это работает. 19 вольт на входе. 24 вольта на выходе. Один вольтметр, два показателя. И отключение его, чтобы не светился ночью как синий фонарик. Кстати, вот второй USB преобразователь. Я сделал его на коротком кабеле. Первый на длинном. Заметил, что при подаче на вход питания, на выходе оно появляется не сразу, а через короткое мгновение. Какое-то время назад я делал обзор про DIY Powerbank на 12 литий-ион аккумуляторах, ссылка в описании. Подумалось, что он, благодаря регулировке выходного напряжения, при подключении на вход бесперебойника, может работать в качестве дополнительного аккумулятора, в случае очень длительных отключений электрики. Как я и обещал в первой части, продолжение не заставило себя долго ждать. В принципе, в таком виде УПС уже полностью готов к работе, но я пока устанавливать его на штатное место не тороплюсь, благо у меня там стоят бесперебойники, о них я тоже снимал обзоры. Мне осталось решить, какой второй DC преобразователь сюда ставить и, скорее всего, что-то придумать с индикацией уровня заряда аккумуляторов. Если вам интересно увидеть уже окончательный вариант, пишите об этом в комментариях и ставьте лайки. А чтобы не пропускать новое видео, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления. В описании я оставлю ссылки на все используемые мной комплектующие, если что-то забыл, тоже пишите в комментариях. А также на видео обзоры, которые упоминал, либо освещающие эту же тему. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира. Субтитры сделал DimaTorzok